Разработчики из университета Сория создали нейросетевой алгоритм, который превращает текст в видео с человеком, произносящим тот же текст на языке жестов. Интересно то, что появляются такие данные, которые моделируют поведение человека, то есть жестовый язык. По сути дела, сейчас это возможно благодаря повышению вычлитых мощностей и появлению алгоритмов, которые, скажем так, генерируем информацию, они делают более такой гладкой для восприятия. То есть популярность связана именно с тем, что все больше и больше нейросети обучаются, появляются новые подходы к их обучению, чтобы генерируемые данные делать более такими для человека. То есть так, чтобы человек мог это воспринимать, как будто бы это естественная информация. Изначально алгоритм принимает речь в виде текста. Далее через кодировщик текст превращается в скелетную модель тела, которая иллюстрирует слова говорящего в жесты. После этого последовательный способ переносится в нейросеть, которая переносит их на реалистичное видео. Я могу записать там миллион фраз, но все равно будет миллион первый, который будет комбинацией. Как бы я должен как-то, у меня будет какая-то прерывистость. А здесь имеет место именно генерация на основе исходных видеоданных сглаженного видео, как будто бы изначально оно тоже было именно миллион первым разом записано. То есть вот скорее в этом преимущество. Эта разработка облегчит восприятие информации для людей, общающихся на языке жестов. Особенно это актуально во время проведения мероприятий на онлайн-площадках. Надо обеспечить для всех, собственно говоря, пользователей этого контента удобно восприятие информации. То есть никто и просто часть контента выпадает для людей с ограничениями. И такой проект может, собственно, им вернуть доступ к этому контенту за счет того, что просто язык, на котором им понятно происходящее, он будет воссоздаваться компьютерными методами, а не специально нанятым человеком. Исследователи пытались автоматизировать данную разработку уже не первый год. Сначала были использованы анимированные 3D-аватары. Затем был опробован нейросетевой синтез. Но все это давало низкие результаты. Разработчики решили провести тест на 46 добровольцах и попросили их оценить реалистичность видео, созданного разными алгоритмами. В абсолютном большинстве люди выбирали новый алгоритм. Кристина Надышина, Фарид Захитоглы, Универ Ньюз.